Всем привет, мои пупсы! Кто меня не знает, меня зовут Алина. Если вы впервые на моем канале, то подписывайтесь. А сегодня я хочу рассказать вам о своей первой практике. Была конкретная мозгодрачинка, просто, ну, по-другому не скажешь. А вон там не так? А вон там тоже не так? Потому что, ну, просто так, а, тут пару дней назад он мне написал, типа, привет, красотка, это ведь ты мне делала макет? Проходила она у меня 4 месяца назад. Получается, даже ровно 4 месяца назад. Сейчас у нас начало августа, но рассказать об этой практике я решила именно сейчас, поскольку многие поступают в колледж или уже переходят на второй курс. Ну, в основном, никто ничего не рассказывает, что же это такое, что такое практика, что на ней будет. А я вам расскажу немножко, как это было у меня, как я это видела, как у нас это происходило. Думаю, кому-то это будет интересно, кому-то это будет полезно даже. Поэтому оставайтесь, поехали. Распределяли нас по 3, по 4 человека, по 5 человек на каждую организацию. Я учусь на рекламу, я перешла уже на третий курс. Официально я третий курсница, можете меня поздравить. В моей организации, куда попала я, у нас было максимальное количество, это 5 человек. В остальных было по 3, по 4 человека. Поскольку я учусь на рекламу, с нашим колледжем связывались как раз-таки различные полиграфические организации. Нас засовывали в различные агентства рекламные, в какие-то полиграфические издания. То есть мы делали продукцию такого плана. Я попала к своей преподавательнице. Честно говоря, я вообще не хотела к ней попадать, потому что мне не очень нравится, как она нас обучает. Но, с другой стороны, попав в ее организацию, мне было более спокойно. Нас там не так сильно дрючили, не так сильно нас выматывали. Кто-то мог пойти пообедать, сходить в магазин. Но были свои минусы. Когда я только шла на практику, мне было очень страшно. Получается, у нас было 2 недели практики. Как раз-таки в период в середине апреля, когда резко становится от сильно холодной погоды к жаркой. Поэтому в начале практики я вообще ходила в пуховике, а в конце я уже выходила в футболке. Так что вот такие дела. Я впервые иду на практику. Мне очень страшно. Я не знаю, что там будет и что-то мне нужно будет, собственно. Но я вам буду все показывать, рассказывать. Все, так сказать, изнутри. Вот, так что не бойтесь, я с вами. А вы со мной. На улице меня радует солнышко своим появлением. Самое главное, что сегодня нужно сделать, это узнать все по документам. Именно задачи, которые мы должны будем выполнить. Ну и посмотреть, что там да как. Я бы хотела рассказать о том, что мне не понравилось на моей практике, где была я. Во-первых, это состояние помещений. В принципе, ремонт. На второй день, чтобы вы понимали, мне пришлось убираться. Ну как, не только мне. Там был еще мальчик, Паша. Молодец, подмел. Дело в том, что там у них не было уборщицы. Я не знаю, по каким это было причинам. Но было неопрятно, было грязно. Плюс весна, везде грязь, слякоть и так далее. А у них не было уборщицы. Поэтому мы сами там подметали. Я пыталась пропылесосить. Нашла какой-то старый пылесос. Второй денчик. Я хотела тут пропылесосить, потому что как бы везде очень грязно. Но легче это сделать венчиком. Потому что вот этому пылесосу лет, наверное, 50. Мы работали в рекламном агентстве. Я считаю, что реклама что-то яркое, что-то интересное, что-то необычное. А к ним заходишь, и там просто какой-то склад. Может быть, просто это и так приносит им довольно-таки много прибыли. И они решили не забариваться над интерьером, над починкой помещений. Потому что там где-то были дырки в полу, где-то были дырки на потолке. Это не относится никак к работе. Чисто к моему, наверное, какому-то эмоциональному взгляду. Ну, не знаю. Моим заданием на практике сегодня браться. Так что погнали. Также было очень много задач. Я бы, наверное, не назвала их минусами, но в задаче на практике было бесплатно выполнять работу в самом агентстве. Плюс в заданиях к практике, которые нам давали в колледже, было еще помимо... Блин, было еще очень, короче, много заданий. То есть, помимо тех, которые нам давали в самом агентстве выполнять, нам и в колледже до практики дали задания, которые мы должны были выполнить. То есть, это сделать столько-то буклетов, столько-то значков, столько-то того-того-того. Смотрите, мы проводили там целый рабочий день, считая, с 10 утра до 5 вечера. Иногда нас отпускали на полчасика, на час раньше. Это был огромный плюс. Но в самом агентстве мы делали задачи, которые нам задавали в самом агентстве. А приезжая домой, мы должны были делать как раз-таки задания по практике. Если их не сдать, ты просто-напросто не аттестовы. Было неудобство, это было сложно. Но я, естественно, все успела, я молодец. Я очень себя старалась. Я всегда насчет таких дел запариваюсь очень сильно. И я помню, прям сидела до ночи, что-то делала, как-то делала. У нас было 2 недели практики, из которых первая неделя это была учебная, а вторая была практическая. Ну, что-то в этом роде, да, я сильно не разбираюсь. После первой недели мы приходили, сдавали все документы. И после второй недели мы приходили, сдавали все документы. Как раз-таки всеми этими заданиями, то есть мы должны были все успеть. Мозгодрочилка просто это была. С этими документами по практике была конкретная мозгодрочилка. Просто, ну, по-другому не скажешь. Должен еще отправить в электронном виде на проверку, потом все распечатать, а если ты неправильно распечатал, то иди перепечатывай. Я была одной из немногих, кто сдал все документы с первого раза, потому что остальные сдавали и не с первого, и не со второго, и даже не с третьего. Реально были и такие студенты. И это не говорит о том, что они что-то неправильно делали, просто преподавательница, которая принимала все эти документы по практике, очень сильно иногда доколебывалась до них, либо просто-напросто, когда мы ей присылали на проверку эти документы в электронном виде, она ничего не говорила о каких-то минусах документа, да, вот. А потом, когда мы печатали, она уже говорила, а тут не так, а вон там не так, а вон там тоже не так. И это было сложно, на самом деле очень было сложно именно с документами, но отпустим этот минус, потому что на самой практике было очень много веселого и очень много интересного. Миллионы лет, Иванович, человек 21-го лета. Самый раз, который существовал в Солнечной системе. А не который был сочарик. На самой практике мы делали задачи как раз-таки от самого агентства. Я работала на плоттере, если честно, все принтеры, все плоттеры, все. Вся техника была довольно-таки старой в этой организации, минимум лет, наверное, по 10. И было сложно, когда машина начинала тупить, особенно если довольно-таки большой тираж, и ты сделал, например, 30 наклеек, да, то есть на плоттере, а еще нужно 2. А он берет и ломается, берет и не печатает, берет и тупит. Это вообще была какая-то жопа. Притом, за счет того, что это агентство нашего преподавателя, все было довольно-таки мягко, и даже если машина не справлялась, на нас не наезжали, к нам относились понимающие, в этом был огромный плюс. Но здесь не угадаешь, смотря в какую организацию вы попадете, смотря на кого вы учитесь, все максимально индивидуально. И помню, у меня был свой собственный клиент, который приходил именно ко мне несколько дней подряд, я делала ему листовки. Изначально он пришел ко мне, у него не было названия. Я сделала ему примерно макет листовки, флайера, ему понравилось, все, но я говорю, вы должны сделать название, да, вы должны придумать себе название, иначе мы не сможем сделать флайер, потому что, ну, просто так надо. И он ушел, через несколько дней пришел, не смог найти название, придумать, я не знаю, что в этом такого сложного. у него была какая-то маленькая организация, там что-то делали они с компьютерами, приходит, заказывает, знает, что он тираж, на 40 листовок, что ли, может быть, я чем-то ошибаюсь, это было 4 месяца назад, и потом он пропал, при том у меня был его номер, поскольку я отправляла ему все заготовки, все макеты, и вот пару дней назад он мне написал, типа, привет, красотка, это ведь ты мне делала макет, как у тебя дела? Я такая, пока, в ЧС летишь, да, я его заблокировала, просто он выглядел максимально как шпион, и каждый раз, когда он приходил к нам в офис, к нам в агентство, мы все смеялись с моими ребятками и назвали его шпионом, он, правда, очень странно выглядел. Как-то раз нас еще отправили на почту, отправить какие-то бумаги, было жарко, я помню, я шла в футболке уже, с курткой в руках, главное, коллектив, а не место, где ты работаешь, вот, главное, чтобы тебе нравилось это дело, и был хороший коллектив, это прям вообще просто суперский. Моя первая практика, это просто самый непрекраснейший опыт. Я, честно, когда его видим, смеялся. О, май. Я каждый раз, когда сюда захожу, он просто сбоку стоит. Сейчас будем приклеивать все эти штуки к этим штукам. Да, молодцы. Я помню последний день практики, мы подключили колонки к самому большому компьютеру, я включила свою музыку с ВК, и просто сидела, кайфовала и ждала, пока закончится рабочий день последний. Если честно, я бы не хотела когда-то работать в офисе, потому что это максимально неудобно и неприятно для меня. Следующая практика будет у меня уже в октябре, и вроде как она продлится два месяца. Я боюсь, что там будет, куда я попаду, где я буду работать. В общем, я рассказала вам все о том, что было у меня на практике. Я постаралась сделать это максимально кратко, очень надеюсь, что видос будет не сильно длинным. Очень надеюсь, что вам понравился этот видосик, что вы уже поступили, куда вы хотели. Сложно в обучении, легко в бою, как говорится, да, поэтому учимся, стараемся, в любом случае образование это не такая уж и плохая штука. Как бы, да, вот, когда-нибудь-то пригодится. Желаю вам хорошенько отдохнуть перед началом учебы. Всех целую, всем чмоки, только через экран, помним, да? И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...